Все, 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 свои, все, знакомые, армурную погоду невзирая, экскурсии себя развлечь решили все те, кому история родная, дарует вдохновение, слушай, ну скоро мы хуже поебем на здоровье, это здорово, у нас такой клуб по интересам, но для тех, кто все-таки присутствует на этой экскурсии впервые, так честный человек должен показать орудие пыток. Это вот тот самый ЧАИС, экскурсионная папка, которая весит 8,5 килограммов, но в которой собраны уникальные фотодокументы, позволяющие взглянуть на любую точку, которую мы сегодня увидим в исторической ретроспективе, но чтобы не стоять на пути у прохожих, давайте чуть-чуть углубимся в сад, в Малаканский садик, и я покажу вам, как выглядела эта тропинка. Так, давайте соберемся чуть-чуть ближе. Если меня будет чуть-чуть плохо слышно на задних партах, прошу сделать вот такой вот знак, я прибавлю громкость своего приемника. Но, посмотрите, место, где мы сейчас находимся, знаменитый Малаканский садик, то есть садик, который был одним из первых городских садов, после губернаторского, конечно. Пишите сделать вам такой подарок, своими руками, талантливая девочка. Пушкин, когда ему представили его портрет работы Кипренского, он посмотрел и сказал, Себя, как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит. Красивее, чем реальный. Она последовала примеру автора памятника Аля Рабахиду, Надя Калиф, который вписал свое имя в зрачки. Но, учитывая то, что у меня уже катаракта, она пожалела мое слабое зрение, я вышлю ваши инициалы на свой моракчивый. Раунд аплодисментов, талантливый девчонок. Эмилия, Эмилия, вау, 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 вау. Ну, как после этого ехать в Торонто? Так, теперь, главная задача это не помять, поэтому я до конца тура доверяю вам это дубликатом бесценного груза. Держите, а потом обязательно передайте его мне. Огромное спасибо, милочки. Ну, а мы сейчас попытаемся углубиться во времена, когда в Баку уже были такие талантливые люди, которые создавали имидж этого города, его садами, парками, которые в этих садах устанавливали вот такие вот оригинальные скульптурные композиции. Кстати, вот эти вот композиции, три грации, это символ воздух, море и вода. Вот, и они были установлены здесь во времена Алиша Джамидовича Лемберанского, который был мэром Баку всего лишь пять лет, но, спасибо большое, оставил по себе просто удивительное наследие с очень интересными проектами, потому что при нем строится фуникулен, при нем устанавливаются памятники на таван, освобожденные мусульманки, Самеду Вургуну, Физули и так далее. То есть это Бахрам-Гюр, в Баку появляются памятники не людям, а памятники-символы. Освобожденная мусульманка, Бахрам-Гюр, потому что Лемберанский мог вызвать молодых скульпторов, это мне рассказал один из авторов памятника Бахрам-Гюру, Фаик Сучадзинов, он говорил, что он нас вызвал и сказал, что делайте, что хотите. Как это, что хотите? Ну, это, ну, вы творческие люди, но покажите, на что вы способны. Бахрам-Гюр – это памятник у фуникулёров, это, так сказать, сказочный герой из поэм Низами. То есть это был период, когда в 60-м году в Баку появляется целая череда, целая серия великолепных скульптурных композиций. Это был своеобразный ренессанс города времен Алиша Джамильевича Лемберанского. Вот он, 1850... Пардон, меня занесло опять назад. 1959-1964 годы. Это период его пребывания на должности главы исполнительной власти города, когда в Баку строится второй по величине в Советском Союзе фуникулёр. Первый был в Белисе. У нас его построили за два года. Причём протяжённость фуникулёра 455 метров, из них треть пути на бетонированных сваях, а треть в тоннеле. И нужно было во что бы то ни стало сдать фуникулёр 28 апреля 1960 года. 40-летие установления советской власти в Азербайджане. Лемберанский сделал всё, что от него зависело. Всё было построено на очень сложном рельефе, оползневая зона и так далее. А фуникулёр открыли только 2 июня. Потому что Мытищинский вагоностроительный завод не поставил вагоны. Подвёл нас. Мытищи подвели. Потому что нужно было сделать два вагона. Но не просто вагона, а именно с особым углом. 23 градуса. Вот Мытищи вагоны задержали. Поэтому Азербайджан Миранский открывает фуникулёр 2 июня 1960 года. Но в этом году исполняется 60-летие фуникулёра, который и по сей день является одним из главных украшений города. И в этом же году исполняется 60-летие памятника Бахраму Гуру. Вообще период пребывания у власти Алиша Джамильча Лемберанского – это период такого монументального бума. А ещё его называют периодом оттепели. То есть они затянули хрущёвскую оттепель. Вот именно благодаря ему, благодаря первому секретарию Цеха вели Иисуковичу Ахундову. Благодаря такому человеку, как Шахали Гурбанов. Вот эта хрущёвская оттепель в Баку, она несколько затягивается и оставляет по себе очень яркую память. Виде в основном вот этих вот великолепных памятников и по сей день окрашающих город. Но впоследствии Алиша Джамильча Лемберанский станет заместителем председателя Госплана по строительству, зампредсовмина по строительству. И вот тогда в Баку будет построен дворец Ленина, нынешний дворец Гейдара Алиева, Дюлистан. А его последней работой «Лебединой песню» будет восстановленный с нуля, разрушенный до основания и построенный заново Тагиевский театр. Театр музыкальной комедии. Но это был самый яркий из бакинских мэров советского периода. А в досоветский период, кстати, Алиша Джамильча Лемберанский на должности мэра пробыл всего лишь пять лет. И этой должности в принципе не существует и по сей день. До сих пор эта должность назначаемая. Но он был настолько популярен, что Лемберанского при жизни назвали первый мэр в СССР. Вот так. А вот до революции, 15 лет, бакинским городским головой был человек, не пугайтесь, очень такой необычной фамилией. Станислав Иванович Деспот Зинович. А что, он был поляк с литовскими кровями, да еще и с какими-то сербскими. Принесили вот эта приставка «деспот». Вот он был вторым городским головой в Баку после Иосифа Джакели. Он пришел на эту должность в 1879 году. И он ушел с этой должности в 1884 году. Но, когда он пришел на эту должность городского головы, Баку выглядел вот так. Это был уездный город, который только перенесли центр губернии после разрушительного землетрясения в Самахе в 1859 году. А вообще городское положение в России было принято в 1870 году. Именно эта цифра высечена на здании Баксовета. Но не путайте ее с датой строительства здания. Здание Баксовета было построено в 1904 годах. А 1870 год – это год городского положения в России, по которому города получили возможность избирать себе думы. И вот первая дума в Баку будет избрана в 1877-1878 годах. А годом позже городским головой станет Станислав Иванович Деспот Зинович, который примет город таким, а оставит его вот таким. Он принял город с населением в 20 тысяч человек. Он оставил город с населением в 120 тысяч человек. Это уже был Баку времен Деспота Зиновича. Именно при нем вот эта вот маленькая древняя крепость выходит за крепостные стены. Но выходит тактично, выходит грамотно. Поначалу планировали просто снести крепостные стены, которых, кстати, со стороны суши было две. Так вот, благодаря вмешательству деспота Зиновича сносится только внешняя крепостная стена, которая была построена в 1608-1609 годах, которая не была столь древней, хотя я бы ее тоже сохранил. Вот она, внешняя крепостная стена. Но она власть так, начало 17 века, передовой люнет. Вначале хотели снести все крепостные стены, как в Вене. В районе там провели улицу, Рингштрассе, Кольцевая улица. Вот то же самое могло бы произойти в Баку. И тогда у нас не было бы Ичарич-Айр, потому что Ичарич-Айр был сохранен благодаря вот этой вот крепостной стене 12-го столетия, построенной у Рина Шаха Манучехра. Именно ее деспотиновик запрещает сносить. Он отдает распоряжение основе внешней крепостной стены, но ее камень идет на реставрацию внутренней крепостной стены. А основные ворота из внешней крепостной стены копируются и переносятся во внутренние ворота. Таким образом, рядом с традиционными Шамахинскими воротами появляются так называемые Шахабасовские ворота. Вот так вместо парных стен при деспоте Зиновича в 1983 году появляются парные ворота, но сохраняется основная крепостная стена, благодаря которой сохраняется Бакинская крепость. А город выходит за пределы крепостной стены, но выходит уже очень четкой, грамотной и очень буквально по линеечке проведенной планировкой, осуществленной во времена все того же Станислава Ивановича Деспота Зиновича. Посмотрите на вот эти вот аэрофотосники Баку, периода Первой мировой войны, когда в Баку была открыта школа морской авиакции. И здесь учили летчиков-гидропланиристов, их обучали управлению гидропланами для того, чтобы потом бомбить немецкие суда с моря. Но, облетая Бакинскую бухту на своих вот этих вот деревянных гидропланах, обшитых легким металлом, их назвали летающие лодки, точнее было бы назвать летающие гробики, из очень примитивной оптики летчики-гидропланиристы щелкают город сверху. И посмотрите, какая потрясающая панорама Баку! Какой реальный сити! И вот тут вы можете увидеть место, где мы находимся с высоты птичьего полета. Вот он, Малаканский садик, гектар земли, который удалось вырезать в бурно растущем городе, где земля уже тогда стоила баснословно дорого. Но здесь разбивается небольшой садик, который по имени Малаканской улицы, так раньше называлось Хагани, и торговым рядам Малакан получает название Малаканского. И вот вокруг этого Малаканского садика сосредоточится все этнокультурное многообразие дореволюционного Баку, которому будет посвящен наш сегодняшний тур. И сегодня мы поговорим о различных этнических и культурных общинах города. Так вот их можно увидеть и прочитать в именах людей, которые жили вокруг Малаканского садика. Вот, пожалуйста, самый основной дом по диагонали. Это дом Мусы Нагиева. Великолепный дом, который до 60-х годов венчали купола высотой в полтора этажа. Куда делись эти купола, сейчас сказать сложно. Скорее всего, их хотели надстроить дом, хотели надстроить, из-за чего разобрали купола, но ни дом не настроили, ни куполов не восстановили. Мусы Нагиевский дом. А Мусы Нагиев был одним из крупнейших владельцев недвижимости в Баку. Но рядом с ним дом с ангелочками. Этот дом был построен Сергеем Тумаевым, у которого, как гласит легенда, на момент строительства дома ожидался первенец. То есть человек готовился стать отцом. И что хочет любой мужчина, когда он хочет стать отцом? Когда он готовится стать отцом? Он хочет мальчика! Это тоже, видимо, не было исключения. Но ему повезло особенно. У него один раз двойно мальчиков! И он был так этому обрадован, что с обоих углов своего дома он устанавливает эти статуи ангелочков. Так гласит легенда. Это может быть городской фольклор, но очень реальный. А внизу, кстати, его везет Сергей Тумаев. Кстати, во время землетрясения 2000 года один из ангелочков упал. И у него даже отломалась голова. Сейчас и голову прикрутили, и ангелочка поставили на место. Но на это потребовалось 6 лет. Но это Тумаевский дом. А вслед за Тумаевским домом, дом Драгневичей, это поляки. И сохранился дом Дадашевых. Там, где раньше было несколько скучно. А дальше? Дом Бенкендорфа. А чуть дальше, где французское посольство. Дом Зейца. Вот будете проходить мимо французского посольства, посмотрите на литеру З, венчающую угловой фасаду. Это немцы. То есть азербайджанец, армянин, поляк, немцы. Теперь дальше, в этом направлении. Вот будете... Я сейчас вам специально не буду показывать, чтобы у вас возникло желание пойти и найти это самим. Напротив книжного центра, который я вам очень рекомендую. Вот. Маленький домик 1905 года постройки с вензелем ТДШ. Тимофей Дмитриевич Шереметьев. Вот так. Да? Тут вам и Шереметьевы, тут вам и Бенкендорфы, тут вам и Мусан Агиев, тут вам и Драгневич. А вот в этом направлении, куда мы сейчас двинемся, по левую руку находилось греческое консульство, где проживал Алексис Куссис, его племянник Жорж Кандилис, станет одним из лучших учеников Ле Корбезье и одним из основоположников архитектуры конструктивизма, а родился и вырос в Баку. Понимаете, вот-вот беглый взгляд на Малаканский садик, и вот вам все этнокультурное многообразие дореволюционного Баку. Азербайджанцы, армяне, поляки, немцы, русские, греки, а на месте русской драмы, театр русской драмы, там вообще был японский синематограф Микадо. Это все было результатом очень бурного роста Баку во времена Станислава Ивановича Деспота Зиновича и в последующие периоды тоже. То есть город рос темпами, которых не знал даже Нью-Йорк. И вот представьте себе, город, население которого составляло 14,5 тысяч человек. В 1872 году. 20 тысяч человек, когда пришел на должность Деспот Зинович, к 1903 году зашкаливает за 140 тысяч человек. Вау! Десятикратный рост населения Баку в первые 25 лет нефтяного бума, а затем каждые 8-10 лет население города удваивается. К началу Первой мировой войны 215 тысяч человек. Ну, для точности. 214 тысяч 786. Но темпы роста колоссальные. И, конечно же, ни один город не может расти так естественно. Вот отсюда эта этнокультурная пестрота Баку, когда ни одна из этнических общин не превышала 36% населения. И самыми крупными общинами были азербайджанская и русская. Вот на две эти общины приходилось ровно 70% населения Баку. 36% населения русские, 34% азербайджанцев. Ну, они все и так вот. Назря в ноздю. Иногда было чуть больше русских, иногда было чуть больше азербайджанцев. Но в неурожайные годы в России в Баку был огромный наплыв переселенцев из северной губернии России. А азербайджанская община более чем на треть состояла из выходцев из Ирана. Их вообще фиксировали как персы. Они были этнические азербайджанцы, но персидские подданные. Их называли хамшари. Они составляли более 30% все азербайджанские общины. Но вместе русские азербайджанцы это 70% населения. Третье повеличение общины, мы все знаем, армянское. Из песни слов не выкинешь. Зачем это скрывать? Это была процветающая община, которая до сих пор ностальгирует по Баку. И бакинские армяне в Ереване оказались чужими среди своих, а здесь были своими среди чужих. Но на эту общину приходилось почти 20% населения города. 19, для большей точности. То есть если прибавить армян, получается почти 90%. Остается 10% с небольшим. Кто составлял половину оставшихся 10%? Разумеется. Бакинская еврейская община, которая насчитывала 4,5% населения, но эти 4,5% обеспечивали 40% практикующих врачей и 33% практикующих адвокатов. Вот мы сейчас с вами пройдем мимо дома, где проживал один из очень богатых евреев в Баку, Давид Львович Ландау. Но за евреями немцы свыше 3000. Далее, около 2000 поляков, около полутора тысяч лесгин, около 2,5 тысяч представителей северных, нордических национальностей и так далее. И вот весь этот пестрый этнокультурный конгломерат разместился во вне крепостной части Баку, которая проектировалась во времена Станислава Ивановича, Деспота Зиновича, и проектировалась очень грамотно. Посмотрите, как за крепостной стеной вы видите четкую линию улиц, такая барселонская, парижская градостроительная структура. И вот именно это удивительное сочетание Европы и Азии в градостроительной структуре Баку как нельзя лучше описано в романе Алинино «История любви азербайджанского века» в грузинской книжне. Любовный треугольник завершает армянинку, даже без них. Наиболее вероятный автор повествования Еврей Лев Нюсенбаум, который опубликовал эту книгу в Вене в 1937 году, за год до Аншлюса под псевдонимом Курбан Саид. Правда, авторство оспаривается до сих пор, но я более склонен к нему. Место действия Баку, время Российской империи. Чего ж вам более? Понимаете, вот весь этот этнокультурный винегрет в романе Алинино, где в устах главного героя Баку предстает, как эдакий орех в скорлупе. Али пишет, «Сумерки набросили на Баку свой синий полог, и в наступающей темноте город напоминал зверя, попавшегося в засаду, приготовившегося то ли к прыжку, то ли к игре». Вот не знаю, что ожидать. В действительности в Баку было два города в одном, как ядро в скорлупе ореха. Ядро крепости в скорлупе вне крепостной части. Посмотрите, как это четко просматривается на аэрофотоснимках Бакинской офицерской школы морской авиации. «За старой крепостной стеной, пишет Али, начинался внешний европейский город с его прямыми и широкими улицами, высокими и красивыми зданиями, шумными и жадными до денег людьми. Все как сейчас. Ничего не изменилось. Вот мы сейчас с вами вот прямо на этом пересечении Малаканского садика. Вот так. Видите, какая четкая планировка. Этот внешний город был построен благодаря нефти, которая добывалась в нашей пустыне и приносила колоссальные богатства», пишет Алихан Шерваншир. «Там, за крепостной стеной, находились школы, театры, больницы, казино, кафе-шантаны, синематографы, библиотеки, красивые женщины с огородными плечами, русская полиция, перестрелка, происходившая за крепостной стеной, случалась всегда из-за денег». Географическая граница города начиналась за крепостной стеной в Баку. Но! Всегда есть одно «но», которое все перевернет. Эмма Севард. Но именно там жила Нино Кипиани. А Нино Кипиани была самая красивая девочка в мире. И мы спорим? Мы не спорим. Потому что с влюбленными не спорим. Вот Нино живет где-то здесь, мне кажется, на старой полицейской улице. Такой очень парижистой улице. Вот она здесь живет, вся эта часть города имеет право на существование. Вот так. А внутри крепостных стен, где живет Али, улицы избивались, как восточные кинжалы. А минореты, так непохожие на уродливые нобелевские вышки, упирались в спокойную линию луны. Вот они, эти минореты. И если перестрелка случалась, спасибо, внутри крепостных стен, то причиной тому всегда была честь. Чувствуете разницу? За крепостными стенами деньги, как и сегодня. Внутри крепостных стен честь. И вот Али и Нино живут, казалось бы, в одном географическом пространстве, в городе Баку. Да, но Баку времен Али и Нино это удивительное сочетание Европы и Азии по ту и эту сторону крепостной стены. Вы заходите внутрь крепостных стен, вы оказываетесь в Азии, вы выходите за крепостные стены, и вы оказываетесь в городе, который уже тогда называли Маленький Кавказский Париж. О чем мой хороший друг Джавида Мамберди очень хорошо написал. Мы жили в маленьком раю провинциального Парижа. И солнца луч, бесстыжа рыжий, наш мирный согревал уют. Но быстро выросли дома. Прощай, Баку малоэтажный, мой деревянный, мой бумажный, из старых улиц Череда. Вот по этому удивительному маленькому кавказскому Парижу дореволюционного Баку мы сегодня с вами прогуляемся. И погружаясь в его историю, мы познакомимся с историями различных этнических общин. В первую очередь через их храмовые постройки, которые отчасти сохранились, по большей части, увы, в советское время не сохранились. Но мы пройдем мимо места, где был костер, потрясающий католический костел, на месте которого построят клуб Дзержинского. Мы вспомним Александроневский собор, мы увидим здание синагоги, и если получится, мы, может быть, даже дойдем до кирхи, которая сохранилась только благодаря тому, что под ее сводами в 1938 году Пенхоз Владимирович Сапсай, талантливейший скульптор из Одессы, лепил без малого 10-метровую статую Кирова, которого уже убили в 1934 году. Вначале убили, а потом нам надо было вылепить памятник. И памятник лепили под сводами Бакинской кирки, у которой был остекленный потолок. Это я говорю на тот случай, если у нас какая-то часть аудитории к концу тура естественным образом как-то потеряется. Такое бывает. Обычно в последнее время у нас выживаемость хорошая. На всякий случай, для тех, кто может не дожить до конца тура, я все-таки хочу рассказать эту историю о том, как статуя мертвому Кирову спасла великолепную Бакинскую кирку, которая в прошлом году отметила свое 120-летие. Под сводами кирки лепили памятник Кирову, который будет возвышаться затем до 1991 года из Нагорного парка. Правда, вылепить его вылепили. А его же надо было выносить. И когда я спросил у скульпера, хорошо, а как вы эту 9,5-метровую статую оттуда выносили? А они говорят, значит, так это было сложно. Это был такой муторный процесс. Его выносили вперед ногами. А как еще его выносить? И, видимо, это обстоятельство послужило причиной того, что памятник впоследствии постигло столь печальной участь. Но это не Киров, а памятник убитому Кирову в 1938 году спас кирку от сноса. К сожалению, этого не произошло со многими другими культовыми сооружениями, в частности вот с тем же костелом. Но мы пройдем мимо всех этих мест и попытаемся раскрыть для себя этнокультурное богатство Баку через, с одной стороны, храмы, а с другой стороны, довольно интересные истории людей, которые за всеми этими постройками стояли. Так что я приношу извинения за то, что мы задержались немного. Мы уже начинаем обрастать, пока что мы только набираем в числе. Но сейчас мы с вами двинемся, и двинемся вот в этом направлении к русскому драматическому театру. Берегите портрет, пожалуйста.